Мы все-таки их победили. Мы победим почаще, больше. Открываем. И выявляем таких вот чемпионов. Рассказывай, что вообще? Что ты нарушил? Говорит, что нарушил знак. Там стоит знак перед мостом. Больше 15 тонн веса. Доказательства, что проехал я, нет. Доказательства, что здесь больше 15 тонн, нет. Вау, пошли общаться с инспекцией. Слова с телефона. Слова с тридцать пятнадцать сачки, пункт 3, данный транспорт, и закреп, все, 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 все. Так как я его понедомлено, все, данный... Ознакомьтесь с этим поведомлением, где? Я не знаю, я лично ходил. Тебе не кажется, что ты просто, если ты здесь работаешь, ты должен был заранее в твоей службе сказать, что, блядь, вот так должны, не знаю, были. А ты же понимаешь, почему кипишная? Мы сейчас дальше будем стоять. Ну не будем. Нет, так ты тоже должен стоять. Мы сейчас на сто два, мы будем сейчас на сто два. Просто нахуй я, блядь, вот это броцарь устраивать сегодня, сегодня, блядь. Ну ты же не прав. Ты же не прав, изначально, изначально. Ты же не прав, я же не зря тебе сказал. Да нахуй тебя, ну какие документы, блядь, ну шо вы, блядь. Давайте едем туда дальше стоять. А чём мы должны это делать, а не вы должны делать? В общем, ребятки, вот тоже человек на фуре нас поддерживает по поводу того, что мы ему поможем, мы будем объяснять, почему это происходит. Потому что дорожные службы занимаются хернёй. А страдают обычные водители. Там у тебя нету 15-ти тонн? Документы посмотрели? Всё, тогда может проезжать. Аккуратно просто. Мы хотим добиться, чтоб было в рамках закона, а не так, что он тебя догонит и выпишет тебе постановление. Не, я не понял, я не понял. Подай ему, извините, и желание просто постой, понаблюдай за этой тимурой. Слышу, просто я не спешу. Жалко, давай. Это двенашка тоже. На какую? Это сканер 12-ти тонников. Поверили документы? Я буду и это восстановил такую же. Да, они проверяют документы. Под них пасут, если у него 12 тонн, всё. А что с посадом? С посадом нету 15-ти тонн. Смотрите. По ТСТУ 4100 для 2013 года. Заборонный знак. Заборонный знак за сосудочие повествия обмежней рухи або их скасование. Заборонный знак, кроме специальных обмываний этим солдатам, буквально нужно установить без посредних перед делянками дороги, на которых необходимо вести, соответственно, обмежение. Это 10-5-1, 10-5-2. Так, и 10 мне ещё скинули. 10-5-13. То есть там правильный знак установленный? Ну, это 10-5-1. Это 10-5-1. Заборонный знак. Рух транспортного средства. Маса, которая превышает сколько-то тонн, нужно застосовывать, чтобы защищать рух транспортного средства. Маса, который проводит то, что с обмежной несением возможности, в частности, тягача и с прицепом, а по прицепам, загальная фактическая масса, которая, враховывая массу пассажиров и вантажу, превышает значение на знак. Поняли? То, что согласно действию, он правильный. Добрый день! Там нельзя ехать, иначе оштрафуют вас. Будет беда. Зачем оно нужно? Правильно? Должно быть всё по закону. А не так. Я вам просто скажу, почему это начинается происходить. Они стали за мостом и штрафуют всех подряд. Они должны вот здесь вас предупредить. Мы сейчас ждём, собираем по максимуму людей. Мы знаем, Бать. Поверь, мы знаем, мы хотим убедиться, почему именно 15 тонн. Они не резируют. Нарисую объезд. Нарисую объезд. Нарисую объезд. Нарисую объезд. Чуда я должен объезд? Да нет, у нас надо заниматься тем, чтобы вы не разводили людей. Вот и что? Да ну поверь, мы же не просто так сюда приехали. Вы хотели уменить человеку только что? Постановление. Хотели. Если туда ехать фура? Ну то. Что бы то и дело? Мы хотим, чтобы сейчас. Я горожан не могу выехать. Я на ваших руках грузиться на Омега. Я не могу проехать. Я не могу проехать. Я не могу проехать. Отец, будем стараться проводить такие акции. Жихар и он висит знак. На Бабаїзе еду резиной грузиться на Омегу. Не могу заехать. А полицейские штрафуют вас? Не останавливают. Заезжаю туда и грузимся на Киеве. Как я за Омегу куда с Бабаїзе должен выехать? Как? Я все. А их не волнует? Через Жихар знак стоит. Куда 20 стоит? Куда 15 стоит? Куда я должен поехать? А это знаете, вы должны поехать на Змеев. Куда? Куда? Ну просто на Змеев. Так знак стоит. Он, знак. Перед Вас еще стоит знак. Нет. Перед Вас еще стоит. Через Железную дорогу. Короче, везде. Перед Мега перед Вас. Я понял. Надо сюда дорожные службы высылать. Я думал на Змеев. Вот сюда есть поворот, который сделали со дороги. Вот на Мереху. Вот туда, как это село. И вы выезжаете во что-ка. Вот здесь. До трассы, до Киев. Ну короче пиздец. Я считаю, знаете, если просто фура, ну вы как человек, который придерживает правила дорожного движения. Вы сейчас до Маса доедете и увидите. О, 15 тонн. Что вам нужно сделать? Залучшить машину и стоять ждать. Или развернуться. Или развернуться. А как развернуться? Никак. Все. Потому что вы еще не хотите личи 425 гривен положить. Сколько там штраф у нас? Ну что? За то, что под Зак поедет. 510 гривен, да? 255 гривен. 255 гривен. А он лучше внукам эти 255 гривен потратит. Да, если с полной. Так надо было это давно начинать. А не тогда, когда активисты посъезжались. Ну тут специально поставлю. Кормушка. Кормушка. Вот отец красавчик. Так я же откуда знаю, кто этот знак поставил. Это я скажу. Я скажу. Что? Той мост попиздигин пошел. Да. Все мости не годятся. Что если вот той рухнет мост. Кого ебать? Водил. Знак висит, висит. Красавчик. Вот видите. Сробили новый мост 20 тонн, бля. По Казахстану ездит в знаки стоять 50, блядь. Сробили новый мост 20 тонн. Куда ехать, бля? Куда ехать? Ну это же питание не до меня. Так а вы то не поставить там питание. Ну зараз займаемся. Так что вы зараз занимаетесь? А раньше нельзя было займаться, коли знаки ставили. Правильно. И коли его там знак поставили? Коли там 20 поставили, то где там 15 поставили? А знака там не было раньше, потому что он мост не рухнет. Все равно я уже вам не скажу. Я езжу, я знаю, что там не было раньше. Так что командор едет? Не знаю, но я сказал, что всех сюда вызывали. В общем, друзья, видите, даже люди возмущаются о том, что просто беспредел полнейший. Полный бардон. И лишние 255 гривен. Слушай, ты на работе. Вот если человек на работе, он понимает, что ему нужно привести в целости и сохранности. Он понимает, что если он, допустим, не починит колесо заранее, он не доедет. Соответственно, он делает все, чтобы было безопасно. То же самое как служба. Вы должны сделать, чтобы люди ездили безопасно. Дорожные знаки должны быть. Но рапорта постоянно. Вот писать, 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 писать. И после того, когда они выстоят, вот тогда вы должны служить. Я говорю, ты на работе, я на работе. Только кто-то работу хорошо делает. Вот и все. Водителя почему-то подберите. А почему дорожный такой? Кто должен быть? Вот ты стоишь, например, ага, водила. Как бы его раз втручил? А дивися, там яма, а такая яма. Вот такая яма живет трасса. 140-ю выписали на дорожную службу. Это же влияние на безопасность движения, правильно? Этим занимается специальный отдел безопасности дорожного движения. Так а где? Ну а ты же бачишь, что яма. Ты же должен рапорт написать, правильно? Это влияние на безопасность движения. Да, там мы сейчас будут останавливать. А если я признать, поехал? Ну что я говорю? Ну что я говорю? Ну что я говорю? Ну что я говорю? Ру, транспорт, авторизация, с обороны. Да, куда я украину? Я с горожанами могу не видеть. Ну я понимаю. Ну я понимаю. Сколько? Сколько? Вот это нормально. Вот это я понимаю. Сколько? Просто смотрите, если бы вы туда поехали, там бы вас уже ждали и выписали бы постановление. Так а что робить потом? Прицеп отхитляй, вылезать на работу или что робить? А если бы с той стороны ехали, ничем не было, там все знака там нету. Да не, ему надо техпаспорта посмотреть. Техпаспорт просто посмотреть. Техпаспорт просто посмотреть. Машку общую. К тягача и прицепа. Сколько товарищ полицейский? 12. Может ехать? Все. Все, мы у вас все проезжаем. Проезд по городу. Ты мне сейчас расскажи, ты мне скажи, где там знаки везде? Не знаю. А, это по дорожке. Это с этого. По всему городу. 13, 13. Здравствуйте и вам. Здравствуйте. А вы кто будете? Долица знакомая. Вы у нас из дорожной службы. Да, да, да. А представьтесь пожалуйста. Меня зовут Вадим. Меня зовут Вадим. Организация надзор Харьков. Смотрите. Да. Ситуация в чем? Данные полицейские. Как мы называем, стояли на кормушечке. Там установлен знак 15 тонн. Нас первый вопрос интересует. Почему 15 тонн? Не 20, не 25, не 30, не 40, не 50. Почему он только с одной стороны, с другой нету? Почему нету дублирующих знаков? И схемы объезда почему нет? И схемы объезда нету. Потому что водители страдают, они как бы не против того, что дайте куда проехать, мы проедем. Просто она говорит, я сейчас доеду туда, меня оштрафуют. Не могут рассказать, как объехать знак. Везде по городу не стоят знаки. Я вам расскажу весь город, где стоят знаки. Мы не можем ни выехать, ни заехать. Где-то, не помню сейчас, 2005-2008 год была паспортизация этого моста. То есть комиссионы обстыжили и выявили, что на него нагрузка должна быть такая. Соответственно, были установлены знаки. С этого момента, где-то уже раз, я не знаю, может быть 20 лет, я не хочу уже говорить сколько, ставили повторно дублирующие, это уже прошло 5 лет, сколько их знаков воруют, просто-напросто воруют. Можно обратиться в полицию местную, и они посмотрят, сколько там было обращений со стороны дорожников и так далее. От того, что я сейчас поставлю знак, завтра же такие водители народивые приедут и его снимут. Это не выход из положения. Пожалуйста, я могу сейчас закрыть. Хотите, чтобы я закрыл его? Для чего? А если сейчас мост рухнет, кто за это ответит? Почему мост? Стоп, 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 стоп. Кто за это ответит? Подождите, вы не поняли вопрос. Я прошу прощения, еще раз. Давайте по одному. Смотрите, сейчас есть ГОСТ, действующий ГОСТ, 4100. У нас нет такого. Как это? ДСТУ. Согласен, да. Давайте, если будем цепляться словом, мы тоже будем цепляться. Хорошо, я тоже буду цепляться. Договорились? Есть ДСТУ, 4100, 1060 года. Правильно? Или я, может, ошибаюсь? К чему оно относится? Скажите, как? Согласно ДСТУ. Дорожные знаки должны выставляться согласно ДСТУ. Так точно. Смотрите, я водитель фуры. Да. А водитель? Я, к примеру, говорю, я водитель фуры. Еду вот сейчас по направлению. Подъезжаю вот к этому участку, к этому мосту, где две полосы. По одной дороге. И прямо перед мостом стоит знак, запрещающий... Повторяю еще раз. Подождите, я дальше. 15 тонн. Что мне дальше делать? Повторяю еще раз. Подождите, вы спросили, я вас спрашиваю. Я не законодательный орган, который будет выписывать штраф за то, что вы нарушили правила дорожные. Это не ко мне вопрос. Я спрашиваю. Как мне развернуться там, объясните. Вас заставили развернуться? Да. Кто? Полицейский. Подождите, кто вас заставил? Ну вот сказали развернуть. Кто? Подождите, вы взрослый человек. Второй полицейский. Второй полицейский. Запрещающий знак. Вы остановитесь меня снимать. Вам это удобно? А мне неудобно. А мне запрещено? Вы не хотите на наши вопросы отвечать? Я не хочу. Я для этого сюда приехал, чтобы вы объяснили. Вот водители фуры. Один, второй. Вы объясните мне, пожалуйста. Вы без ревнии, я прошу прощения. Не встревайте туда. Секундочку, ребята. Давайте по одному. Дайте я один, дайте я один. Дайте я один. Дайте я один. Дайте я один. Я вы самому не закончу. Это водитель, который пользуется правом дорожного движения, которое действует по всей Украине. То же самое, как действует по всей Украине. Когда я подъезжаю, заключаю ему знак. И мне что надо делать? Либо нарушить, либо мне нужно развернуться. Как мне поступить в данной ситуации? Есть. Это первое. Почему дорожная служба в виде вас? Меня не предупредила служба. Я говорю, служба в виде вас. Вы же представляете службу? Вы представляете службу сейчас? Я же говорю, в виде вас. Не предупредила, что меня впереди будет запрещающий знак и будет мост, чтобы я мог развернуться. Повторяю еще раз. Если вы не услышали. Согласно схем, которые утверждены, ставятся знаки заблаговременно. Эти знаки нерадивые люди снимают. Понимаете? Снимают. Я, если нужно будет, я увидел, что сейчас комиссионно завтра выйдем и установим новые знаки дополнительные. Вас это устраивает? Нет. Второй вопрос. Подожди, подожди. Не, не. Второй вопрос. Сколько вы в неделю производите таких мониторингов и следите? Есть комиссионные исследования вместе с работниками полиции. Они проводятся два раза в год. Это весеннее и осеннее обстоятельство. Вот и все. Вы только что сами сказали, что сейчас постоянно систематически происходит кража дорожных знаков. Да. Вы понимаете? Но я же не езжу, не мониторю, когда украли. Страдаем мы, народ. Мы, народ страдаем. А вот вот этих ям, которые рушат перегруженные фуры, не страдаете? Так на вас надо 140-ю составить. Подожди, подожди. Не вопрос. Смотрите, не вопрос. Почему украли транспорты? Вы ставите весы, ваговые контроли. Проверяйте, не запрещайте ездить с перегрузами. Страхуйте. Страхуйте. Я не против. Я не против. Я за то. Страхуйте нас, если мы... Вы заблаговременно планировали вашу поездку. Да. Ну, я к примеру. Мы с вами начали. Точно так? Вы первый раз здесь проезжаете? Нет. Миллионы раз проезжаете. Ну, так что проблема? Вы сейчас специально? Нет, не специально. 30 тонн бессилет. Нет, не специально. Не специально. Я просто рассказываю. Если сейчас он проедет, мост рухнет, кто будет за это отвечать? Будет. А почему мост рухнет? Нет. Потому что нужен ремонт. А почему мы ремонт не делаем? Потому что нет финансирования. А что тогда водители страдают? Давайте по одному. Или будем балаган устроить? Хорошо. Давайте по одному. Закройте. Объясните, пожалуйста. Как мне проехать? Вот я приехал. Я не знал, что здесь знак. Я не знал. Ну, что вам говорили? Ну, я... Нет. Вы знаете. Объясните, как мне проехать. Если даже я беру, то как мне проехать? Подожди. Одну секунду. Можете? Почему? Откуда машины идут? Мы сейчас эти вопросы будем поднимать. И по поводу того, что дали разрешение полиции только что? Цистерни. Бензовоз. Бензовозу можно. Мы сейчас это узнаем тоже. Вадик, слушай. Пусть пока что сделает шаги. Сделал, который идти по украли. А мы сейчас, сейчас, сейчас. У него есть дорожная карта, по которой он может проехать. Паршрутная форма. Да, вот. А вы мне сказали... Вы отказались? Я вот стою. Вы, я спрашиваю, отказались? Да, отказались. Почему? Потому что ему туда нужно ехать. Пожалуйста, едьте. Ему запретили. Мне запретили ехать. Ему рекомендовали развернуться. Нет, ему запретили. Еще раз повторяю. Ему рекомендовали развернуться. Вы были здесь? Я только что спросил полиции. Еще раз вы присутствовали. Если я пойду, вы послушаете, постановлю на меня. Сейчас. Правильно, вы будете нарушать знак? Правильно. Подождите. Как это? Почему? Объясните мне тогда. Он прямо перед мостом стоит? Давайте гостерпостойте. Как вас величание? Я эксперт. я заманил а где схема объезда как объекта так как и не забывайте одну минуту подождите все тихо подождите висит подождите и как объехать расскажите по городу как я объеду, чтобы выехать сюда вправо вот так вот лучше будет я просто сфотографировал, если пропадут знаки, чтобы я хоть знал к кому обращаться и кто их мог снять а не вопрос вы что, клоун, извините за выражение вы приехали сейчас решить вопрос а вы сейчас нам еще что-то говорите я вам еще раз повторяю клоун, я еще раз говорю смотрите, вы не правы, я вам скажу вы не правы вы сюда приехали кто? это оскорбление послушайте, вы клоун, третий раз назову тебя стой, подожди реши вопрос, а не клоун подожди, стой послушайте, пожалуйста, не провоцируйте послушайте, пожалуйста я языком, ты только же сказал послушайте меня, пожалуйста смотрите, вы сказали, что вы устанавливали подожди товарищ паралитминский послушайте меня, пожалуйста скажите, пожалуйста вы сказали, что... да, я скажу еще раз говорю, у меня оскорбили чем я тебя оскорбил, петухов назвал или клоуном я тебе говорю, реши вопрос а ты уходишь на... послушайте, ну не усовлюбляйте ситуацию послушайте меня, пожалуйста я с этим человеком не хочу общаться вообще, он будет молчать не тыкайте мне, уважаемый я с тобой не общаюсь послушайте, вы сказали, что вы устанавливали дублирующие знаки я вам скажу, тут даже нету остатков давайте не будем, ну сейчас, ну правильно ну люди убирают столбы вы капают? конечно, трубы, конечно а где, можете мне показать, где примерно стоял? я буду показывать здесь я не отвечаю за то, что именно в этом месте а за что вы отвечаете? я даю распоряжение, где нужно установить знак за что вы отвечаете? в смысле? вот вы приехали сюда разобраться в ситуации так мы говорим я хотел посмотреть, что здесь произошло полицейские мне объяснили, что предупредили водителя что дальше стоит знак так как, вероятно, эти знаки украли доту нет, такого не было вы утверждаете? такого не было вы утверждаете? я говорю а как? я с вами не разобрался я говорю вы что не уважаете людей? отверните ты можешь ко мне лицом повернуться? ты можешь ко мне лицом повернуться? вы чуть чуть не правы вы приехали, даже не разбираетесь ситуацию ваша фамилия и отчество? вы службовый особый? вы службовый особый или кто? ваше имя и отчество? фамилия и имя и отчество ваше? фамилия и имя и отчество ваше? вы вызывайте сюда кто есть вы меня оскорбили и сняли ну да, это не вопрос а что он заготовка занимает? что решало какое-то? он такой умный короче, здесь все что происходит это мы виноваты в общем, друзья приехал неизвестный человек говорит о том, что он из дорожной службы вы сами видели, как он себя ведет мы задаем ему вопрос а он говорит у нас денег нет на ремонт ну мы поставили 10 тонн что хотят, то и делают водители в общем, мужики, объясняю вам в двух словах 10 тонн поставили, потому что нет бабок на ремонт моста? да и если вы сейчас приедете и не дай бог моста обрушится все готовьтесь продавать все свое имущество чтобы отдать деньги на ремонт за ремонт моста, за ремонт машины еще за ремонт машины то бишь надо сейчас вот этого гуся сжать до последнего чтобы убрали взрыв в первую очередь и поставили соответствующий знак сделали экспертизу моста почему 15 тонн потому что вас будут штрафовать специально полицейские об этом знают вы знаете о том, что мост в аварийном ситуации и получается так и так и так и так и так и я так и 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 я вижу Я понял, ну дай хайп, мне нужно, да, я понимаю, слушай, а ты оказывается агрессивный, чувак. Да старик, ну меня бесит это, понимаешь, когда именно... А ты агрессивный. Ты слышишь, что он говорит? Он говорит, что он знает, что он в аварийном состоянии. В аварийном, ну бабок нету, мы поставили 10 тонн, ой, 15 тонн, и все это он считает нормально. А получается, вы как бы и вас может теперь понять, а его мы не должны понимать, да? Все это есть, все отлично. Я понял, честно. Все, пишите. Андрей 9. А через сколько? В одно место, как я общался. Вот этот человек, это службовая особа. Человек, который отвечает за дорогу. Он приехал, как он сказал, решить вопрос. Он не решает вопрос, он делает сто пудов, сто пятьдесят отмазок, но... Там фура еще едет, тоже тормозеет. Там две даже едет. Все, что он делает. А он не решает вопрос. Я не пойму, тут же куча автомобилей. Все, скажите большегрузы. Народ хочет знать, почему МОС в аварийном состоянии вы ничего не делаете. Почему? Почему вы его не делаете? Вот такие большие автомобили ездят с перегрузом. Поставь знак 40. Можно вопрос задать? Можно вопрос задать? Как мне отсюда проехать на Киев? Как мне отсюда выехать на Киев? Выехали на Киев? Да. Вам выдавали маршруты? Кто выдавал маршруты или нет? А кто там? Там маршруты никто не выдает. Вы сами? Конечно. А что у них должны быть маршруты? А кто мне маршрут дает? Есть, допустим, Транспспека, которая контролирует. Транспспека, извините, выдает дозвола на те маршруты, которые не габариты. Да. Есть там пацаны еще свободные? Пусть подтягиваются все. Потому что ты слышишь, что он говорит? Бредний счет. 20 тонн 250 килограмм. Общая масса 37 тонн. У меня право вести 40 тонн. 40 тонн? Нет, конечно. 40 тонн не имею права, я вести. Ну здесь нет. Здесь нет. Теперь я задаю вопрос, как мне проехать на Киеве? Отсюда. Вот. Через 8 лет назад в улице нельзя. Знать, стоит? А почему? Развертитесь, пожалуйста. А почему не установлены? Подождите секундочку. Подождите секундочку. Подождите секундочку. Вам придется отвечать людям. Поймите. Не пройдется. Я знаю, что не пройдется. Я знаю, что не пройдется. В принципе, выехать с Харькова вообще. Расскажите. Расскажите. Я развернусь. Куда я еду дальше? Я не улыбаюсь. 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 Мне надо быть завтра утром в Киеве. Нету. Везде знаки висят. Я вам расскажу. Хорошо, уважаемый. Стой. Я сейчас снимаю. Да? Да? И дальше что? Вот дальше. А я не знаю. Вы езжайте. Если под вами рушится мост. Под вами. Кто за это ответит? Эту впら distinct Vince MT. Наша меня не убила его лечить. Осноwww?